всем здравствуйте добро пожаловать на мой канал а также на замечательную прогулку среди цветущих камелей в ботаническом саду вислей время съемки этого видео конец февраля к сожалению у меня сейчас все очень плотно расписано времени практически не хватает ни на что и конечно часто видео выпускать не получается быстро тоже не всегда сегодня мы гуляем по дорожкам батлистон хилл среди камелей рододендронов и другой красоты потом мы идем смотреть клей лейк это новая достопримечательность ботанического сада ну а также на протяжении всего видео мы выбираем себе красивые растения для садов которые лучше всего смотрятся весной конечно такие растения нужны в первую очередь тем кто живет круглый год в окружении своего сада то есть если это дачники то может быть это и не очень актуально но тем не менее хорошее растение знать это всегда полезно и и и и также я должна заметить что когда мы гуляли по ботаническому саду это был рабочий день это не был уикенд и поэтому посетителей было меньше а вот садовников было больше поэтому обращайте на то какие работы ведутся в это время года и также какие работы уже сделаны все вы садовники с опытом поэтому своим опытным взглядом вы все сами сможете определить поехали а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Деревья полностью убираются, разряжаются кроны, потому что внизу новые посадки, которым, конечно, нужен свет. Поэтому здесь ведется особенно много работ. А еще в этом районе построили или создали, будет правильно сказать, озеро. И это озеро непростое. Конечно, оно очень красивое, там и остров есть, и на острове будут сакуры расти. Но самое главное в ботаническом саду – это то, что этот сад sustainable. То есть он как бы сам себя обслуживает, и все ресурсы, которые у него есть, они задействованы. Я вам рассказывала об научном центре, там, где и выставки проводятся, и много очень наглядных материалов. Также там находятся лаборатории. Так вот, это большое здание, у него большая крыша. И вся вода с этой крыши, сточная, будет поступать и наполнять озеро. А потом эту воду будут тут же использовать для полива, когда это необходимо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я поговорила с садовниками, которые здесь работают, и они сказали, что большинство, большая часть компоста производится тоже в ботаническом саду. Как-нибудь я вам покажу эту станцию, где они производят компост. Ну а вот мы и вышли к новому озеру. К сожалению, место здесь очень шумное, потому что вы видите движение машин, проходит магистральная дорога. Но такие места тоже есть, и как-то их нужно тоже благоустраивать. Такова жизнь, никуда от этого не денешься. Я хочу сказать, что вот когда мы учились, чтобы как-то защитить от шума, да, вот говорят, вот я посажу себе там зеленую изгородь. Зеленая изгородь никогда не поможет, потому что нужно как минимум 50-70 метров лесополосы, чтобы убрать или приглушить шум такой вот дороги, допустим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Озере, которое мы только что с вами видели. Кстати, я вам сделала подборочку названий камилий с небольшими одиночными цветами. По той причине, что, во-первых, цветов очень много, они очень симпатичные, а самое главное, что они лучше сохраняются при ветре, дожде, заморозках. Вот такие они более устойчивые, поэтому очень рекомендую, если будете выбирать себе камилию, берите такую. Насчет этого скворечника мы пошутили даже. Он настолько симпатичный, прямо как пентхаус скворечников. Ну, а вот это вот, в общем-то, такая туристическая экскурсия, где работник сада рассказывает посетителям все нюансы, для чего, почему, сколько и во сколько. В общем, интересно, самое главное, бесплатно, нужно просто в надлежащее время подойти к сборному пункту, придет экскурсовод, они вот все в таких сиреневых курточках, и все вам покажет и расскажет. И еще об экологичности. Я вам до этого показывала срезанные ветки, деревья, которые срезали, и вот здесь эти ветки находят свое применение, ну, вернее, полежки уже даже. Их укладывают вот такими горками, чтобы на зимний период они были укрытием для всякой живности, начиная от ежиков и заканчивая всякими личинками, бабочками, мушками, ну, и прочими зверюшками. Ну, а здесь уже сделали более элегантно, более изящно, сверху вот такой, как кейс, а внутри всякие штучки из природных материалов, там и шишки, и соломка, и чего там только нету. Это тоже для укрытия насекомых, чтобы они нашли себе там пристанище на зиму. И вот так вот семьи вместе читают, изучают. В общем-то, это не просто глазу приятно, но это еще и имеет образовательное значение. Ну, а я пока снимала, и мы гуляли, замерзла в усмерть, пальцы уже вообще ничего не чувствовали, и мы зашли в кофеюшку попить капучино, кофе. И я обратила внимание, что вот даже салфетки здесь из переработанных материалов, а еще очень интересное меню, и все потому, что это World Food Cafe, которые, в общем-то, находятся рядом с одноименным садом, то есть они здесь выращивают, собирают и тут же готовят. И даже зимой кое-что есть. Но я вас частенько сюда зимой приводила. В общем-то, эта зима была достаточно холодная, поэтому обычно здесь даже больше всего. Ну, как бы, и сейчас тоже кое-что есть, сами видите. Субтитры делал DimaTorzok Ну, я всегда отмечаю, что я люблю зимние сады, потому что видна структура, и обратите внимание, как подвязывают и подстригают кустарники фруктовые и также деревья. Ну, во-первых, это очень хорошо для плодоношения, потому что обычно то, что около стены, оно более прогревается, быстрее вызревает, больше света, поэтому вроде как бы площади поменьше, а плодов побольше и плоды большие. Ну, и потом это и красиво, и еще и с местом не у всех слишком хорошо, поэтому для маленьких и средних садов это самое то. Замечательный способ сэкономить место, получить урожай и также добавить какую-то изюминку своему саду. Замечательный способ сэкономить место, получить урожай и сэкономить место, получить урожай и сэкономить место, вот на фоне всей этой красоты я с вами прощаюсь. Пришло время ехать домой, греться, согреваться, заниматься другими делами. И я с вами прощаюсь, говорю вам до свидания. Жду от вас лайков, комментариев, вопросов. Ну, и кто не подписался, конечно же, подписывайтесь. Ну, и самое главное, всем вам всего самого доброго, хорошего здоровья, мирного неба над головой и весеннего настроения. Всем пока-пока. С вами была Марина. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok